всем привет с вами канал его муслебера меня зовут руслан хотел хочу записать видео как снять квартиру в америке у меня сейчас стал вопрос о смене места где я живу апартментов ну то есть хочу снять новый и вот нахожусь в этом процессе как этот весь процесс происходит сейчас я вкратце просто расскажу немножко процесс происходит то есть допустим ну я хочу снять апартменты как бы дом снять не получится потому что очень мало предложений на рынке либо если предложение есть они меня не устраивает допустим да по цене вот апартментов очень много а что такое Апартменты это комплекс многоквартирных домов Вот допустим слева если видно допустим Вот это называется апартменты, многоэтажные дома Как происходит процесс съема квартиры Ну вот вы проезжаете мимо Вам понравилось как они выглядят внешне естественно Первое впечатление Вы заезжаете вовнутрь и ищите где там находится так называемый лис офис То есть офис который занимается обслуживанием и менеджментом вот этих вот апартментов Заходите туда и говорите здрасте, здрасте Я вот ищу на такое-то число, ну или с такого-то числа Я ищу допустим в моем случае one bedroom апартмент Что по-русски это двухкомнатную квартиру Ну и все и люди кто там работает начнут искать Говорят да вот у нас с такого-то числа будут в наличии такие-то апартменты Вот ну они могут вас спросить какую цену вы хотите Какой этаж там хотите или вы сразу это можете все им сказать И все они вам дают аппликейшн Если у них допустим есть шоурум так называемый Ну то есть одна квартира которую они показывают как пример Да вот как обстановка примерно может выглядеть в квартире Как ее расположение, где там спальня, туалет, ванна и так далее Могут провести вас туда, показать небольшой тур сделать Вы берете аппликейшн, то есть заявление Ну и все, хотите заполняете там на месте Но как правило навряд ли это получится Потому что с собой надо иметь определенное количество документов Вот это естественно там допустим driving license Это нужно иметь там выписку с вашей работы Ваши бейслипы, либо бумажку об увлате налогов и так далее То есть для каких-то апартментов нужно знать сколько вы зарабатываете и так далее Чтобы они как бы в вашем лице видели ну действительно серьезного, потенциального, нормального, добросовестного, платежеспособного квартиросъемщика Все вы заполняете это и приносите им назад Как правило с одного человека вот это одно заявление стоит в среднем где-то от 35 долларов На одного человека Вот допустим если допустим я с женой, то да нам это все обойдется в 70 Заполняю я и заполняет естественно она Вот И все и отдаете, они это рассматривают Ну я думаю где-то у кого три дня, у кого неделю это занимает Но недолго И все, если они вас одобряют, то есть вы им подходите Я спросил, я говорю, а с чем вот связано допустим одобрение и неодобрение По каким критериям или параметрам вы рассматриваете человека Ну и вот женщина сказала, что да ничего особенного То есть мы смотрим, что нет ли у вас каких-то криминальных дел там Что вы там не были судимы Что вы если где-то снимали до этого, что за вами не числятся какие-то Ну там оплате вовремя и так далее и так далее Вот, то есть если у вас есть какая-то плохая история Связанная с вами в плане житья-бытия Вот, то естественно вам откажут Если как бы все гладко, ровно и нормально То вас одобрят, они вам позвонят Ну, либо если вы оставили им номер телефона Либо, допустим, e-mail, они вам позвонят На e-mail спросят, здравствуйте, здравствуйте Вы были одобрены Все, можете приезжать и начать дальнейшее оформление Вот, да, и вы после этого приезжаете Заполняете соответствующие бумаги, допустим Вносите соответствующий депозит определенный Допустим, даже тот депозит, который они будут держать до того момента Пока вы въедете Потому что на всякий случай, да, чтобы Ну, они как бы уже для вас будут держать эти апартменты Когда они будут готовы к аренде Допустим, вы сказали, вот я хочу въехать в первых числах июля Скажем так Все Вот, но вы пришли к ним, допустим, в середине мая Все уже оформили, вам все одобрили Ну и все, и вот вы платите какую-то сумму Они все для вас ее держат Когда уже наступил день, там за день, за два До непосредственного въезда вас в новые апартменты Вы уже приезжаете опять к ним туда И уже окончательно подписываете все-все-все бумаги И вот вам уже вручают ключи Вы платите там депозит определенный, да, соответствующий Какая фирма, как, сколько спрашивает И все, и в принципе въезжаете И с этого момента начинается, как говорится Житье-бытье в новых апартментах Вот так вот примерно вкратце происходит процесс съема жилья Это если официально, нормально, через, как говорится Ну, в американском стиле, скажем так Как все среднестатистические американцы снимают жилье Допустим, еще есть момент Это можно, допустим, на Фейсбуке, в русской группе Где-то как-то спрашивать Ну, так же тоже можно Но вот я говорю Я вот первый сейчас апартмент снимаю Я вот чисто так увидел апартменты Мне понравилось Я зашел, спросил У них было в наличии Меня проверили буквально за 15 минут Не знаю, с чем это связано Ну, сам факт вот так вот И все То есть вот такие вот комплекс апартментов Я уже здесь был вчера Но вчера они не работали Я позвонил И мне назначили на 11 часов Меня записали, что приезжайте И мы, ну, приедете Приедете и вам покажут, расскажут Еще момент Таким же способом можно искать апартменты через интернет Но вы, что, как бы вы физически, да, их не увидите Вы можете увидеть там картинки И просто поговорить по телефону Ну, и чтобы, допустим, да, вам не ездить Ну, как бы лучше съездить Посмотреть, во-первых, да Там качество самих домов Насколько они старые Там какой запах, допустим, в этих домах, квартирах и так далее Пахнет там сыростью Ну, лучше приехать, как говорят Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Вот, типа, это Здесь эта вот поговорка действует Вот мы сейчас приехали И пойдем в офис Скажем, что нам назначено И с нами сейчас человек Поговорит, расскажет И пойдет и покажет апартменты Как они у них выглядят Вот, по возможности я поснимаю Все это дело Вот, и расскажу Ну, а вы задавайте вопросы Вот, комментируйте Что интересно Ну, я, естественно, постараюсь на них на все ответить Вот, так что Оставайтесь на связи Вот я в офис Приходил И вот сейчас Заполним бумажки какие-то Такие Для проформы Ну, мы тебе сейчас нам немножко расскажут Покажут, объяснят Что почем Сейчас мы в этих апартментах Нам бы показали Ну, примерно, я говорю В каждых апартментах Есть вот такая квартира Вот И примерно показывают Как оно все выглядит Сразу скажу Что, как правило 99,9 апартментов в Америке Они сдаются Без какой-либо мебели Вот Просто, как говорится Голые стены Вот Здесь вот Ну, эти Сториджи Эти, типа, встроенные шкафы Вот у них такие есть Американцы это очень любят И это очень удобно Вот это вот, скажем так Это Living room Такой Вот Опять-таки повторюсь Это просто примерно Как это может выглядеть Вот Я имею ввиду По мебели И всему остальному Вот так вот Вот Кухня будет выглядеть Именно так Вот Единственное, что Здесь, как говорится Полностью обставлено Во всех апартментах Всегда Это кухня Как правило Сюда входит Что? Плита для готовки Там вытяжка Микроволновка Раковина, понятное дело Как она? Посудомойка И холодильник Ну, естественно И шашины весны И столики И так далее Все, больше ничего На кухне нету Вот И мы идем дальше Вот так вот Здесь вот Выглядит ванна Ну, стандартная процедура Как говорится Нигде ничего особенного Во всех примерно Попали Ну, допустим Вот мне нравится Чтобы, допустим Вот если взять Если бы я бы делал Я бы раковину поставил На месте унитаза А унитаз поставил бы На месте раковины То есть как бы Вот поменял бы местами А то как-то Ну, не знаю Мне это не нравится Лучше, чтобы было наоборот Ну, в принципе Вот так вот это выглядит Дальше у нас здесь Есть небольшая Вот такая вот спальня Ну, здесь вот она В виде детской Сделана Ну, вот Также опять-таки Имеется шкаф Вот И Вот это По русским меркам Это получается Трехкомнатная квартира По Американским Это Ту-бедрум Вот То есть как бы Две спальни И вот такая Это мастер-бедрум Называется То есть как бы Основная спальня Ну, примерно Вот так вот она выглядит Опять-таки Имеются также шкафы Справа Кондиционер Это стандартная Вообще процедура В Америке Что в каждой квартире Есть кондиционер Ну, вот И все В принципе Ну, вот так вот Это вот все выглядит Ну, когда вот Они вот так Это все показывают Это естественно Все красиво Когда ты въедешь в хату Да, хата будет По планировке Точно такая же Но, естественно Ничего этого здесь не будет Ты будешь Обставлять примерно Все сам Вот Как нам сказали Допустим Вот в этих апартментах Ламинированные полы Как правило На первом этаже Все остальные Второй, третий этаж Ну, ковровое покрытие Вот А, допустим Я так понимаю Здесь у них в апартментах Нету Внутри каждой квартиры Нету Стиральные машины Значит Здесь такие Общие стиральные машины Как правило Находятся в подвале Либо где-то на этаже А здесь есть Такие аппараты Они тебе Когда ты заезжаешь Дают такую пластиковую карточку Ты ее вставляешь сюда Вставляешь 10 или 20 баксов Заряжаешь ее И можешь стираться Ну, как правило Стирка стоит Где-то в среднем Выходит На один раз постираться Это где-то 5 долларов 5 долларов постираться 3,50 может быть И Ну, да И где-то 2,50 Так же Ну, 5-6 долларов Постираться И посушиться Вот такие вот аппараты Ну, вот так вот Примерно выглядит Вся квартира Вот Так что С вами был канал Льва Муслибера Оставайтесь на связи Комментируйте Пишите Всем пока-пока